Сегодня, братья и сестры, мы продолжаем изучение послания к фессалоникийцам. Мы прошли первую главу, сегодня начинаем вторую главу первого послания к фессалоникийцам. И для нашего размышления, вот первая тема, о которой мы немножко затронем, она заключена в первых шести стихах. Первая фессалоникийцам, вторая глава, первых шесть стихов. Вы знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашим проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, то мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Немножко мы с вами, наверное, вспоминая первую главу, мы говорили о том, что фессалоникийская церковь, это была вторая церковь, которую апостол Павел или Бог, который Бог через апостола Павла основал в Малой Азии, когда апостол Павел совершал свое второе путешествие. Это второе путешествие апостола Павла. И первый город, куда он посетил, это были Филиппы. Это мы читаем в Деянии апостолов, а он сошел в Филиппы. Помните, когда муж явился, муж македонянин, явился в видении Павла, и он сказал, пойди в Македонию и проповедуй нам. И вот он пришел в Филиппы, первый город в Македонии, это Филиппы. Там воздвигли гонения на апостола Павла, и Павел идет в Фессалонику. Это второй город, куда приходит апостол Павел, где была синагога написана. Вот в синагоге он начинает свое благовестие. Опять же, прошло некоторое время, совсем немножко времени, многие люди, написано, приняли эту весть в Фессалониках, но потом опять воздвигают гонения против апостола, против того, чему он учит, против благой вести. И апостол Павел, он идет в Верию, там тоже возникают гонения, поднимаются гонения на его служение, и он уходит в Афины. И вот уже оказавшись в Афинах, апостол Павел, он, переживая о церкви, о церкви в Фессалониках, он посылает туда Тимофея, своего сотрудника Тимофея, и Тимофей идет, возвращается назад в Фессалонику. И вот в Фессалонике Тимофей видит, что происходит. Это была действительно новая церковь, которая совсем недавно возникла. И Тимофей видит добрые плоды. Мы с вами читали это об этих добрых плодах в первой главе. Добрые плоды этой церкви в Фессалониках. И Тимофей возвращается назад к апостолу Павлу и рассказывает, насколько хорошо все в церкви в Фессалониках. Он ободряет этим апостола. И вот в ответ на то, что сообщил ему Тимофей, апостол Павел садится и пишет вот это первое послание. На те новости, которые принес Тимофей о том, что происходит в церкви в Фессалониках, насколько там вера у них, которой подражают многие, что происходит в этой церкви. И вот в ответ на это апостол Павел пишет вот это первое послание. Из этого видно, братья и сестры, что апостолу Павлу, верующие в Фессалонике, они не были чужие люди. Мы вот, читая эти строки, мы не понимаем, насколько близко принимал их апостол Павел, как своих родных. Это действительно были плоды его служения. Вот это доброе свидетельство об этой церкви, оно касалось сердца апостола Павла. И вот он пишет такое доброе послание той церкви, которую он совсем недавно основал. В этом послании вообще основная практическая мысль, друзья, если вы помните это послание, если вы читали его недавно, основная практическая мысль, о которой много говорит апостол Павел, он говорит о вере святых, о вере церкви в Фессалониках. Это практическая мысль, потому что здесь он говорит, насколько вера, она действует, насколько она преображает людей, насколько она является добрым свидетельством, насколько вера действительно ведет нас к небу. И в этом полезность для нас, друзья, в этом полезность, потому что мы тоже верующие, называем себя во всяком случае. И действительно, вера, которая зародилась в нашем сердце, она также должна быть очень практической. Когда апостол Павел смотрел на вот эту церковь в Фессалонике, естественно, он помнил, с чего все начиналось. Действительно, в этом языческом городе совсем недавно были люди, которые поклонялись идолам, были люди, которые проводили время в разврате, в удовольствиях. Но, услышав слово истины, Бог коснулся их. И мы читали в первой главе, что у этих людей произошло обращение. Они начали служить Богу, они начали ожидать пришествия Господа. И вот вторая глава, когда мы приходим во вторую главу, но вторая глава показывает как раз-то на причину, почему произошло так, что зародилась вот эта вера. И когда мы с вами прочитали вторую, вот эти несколько первых стихов второй главы, нам понятно, что результат, почему вот произошел такой результат, или причина вот этого доброго результата, почему жизнь вот этих людей в Фессалонике, она кардинально изменилась. Причиной это было благовестие Божие. Апостол Павел сказал, мы дерзнули в Боге нашем проповедовать вам благовестие Божие. И вот действительно через служение братьев мы понимаем, что благовестие Слово Божие коснулось, и Слово Божие изменило сердца этих людей. Но все-таки обратите внимание, друзья, что вот это изменение, вот это действие Слова Божие, оно произошло не просто так, не само по себе. Вот это действие произошло через служение. Через служение наших братьев. Там был Павел, мы знаем, там был Псила, там был Тимофей. Появляется вера, появляется новая жизнь, укрепляется вера, твердость появляется. Даже при многих скорбях, апостол пишет Павел, вы сохранили веру свою. И так Бог производит свою работу и исполняет свою волю через служение, братья и сестры, через своих служителей, через людей, через служение людей. Как этот текст относится к нам, друзья? Может быть, спросите вы, может быть, это относится действительно, когда мы сегодня будем говорить о служителях, о служении? Может быть, это только относится к апостолу Павлу, или к Силе, или к Тимофею? Может быть, это только относится к нам, к служителям в церкви спасения? Братья и сестры, я думаю, вот это она известная мысль, но нам нужно напоминать ее чаще для себя. Библия учит о том, что все мы с вами в Новом Завете верующие, мы являемся служителями. Во-первых, даже вот само послание апостола Павла, Павел пишет в начале, говорит, Павел, Силуан и Тимофей в церкви Фессалоникской. То есть это послание к церкви, это не послание к служителям, да? Вот есть послание к Тимофею, допустим, там вот конкретно к Тимофею, служителю обращается Павел. Но здесь это послание ко всей церкви, ко всем членам церкви. И апостол Павел всем им говорит о служении. Во 2 Коринфянам 3 глава, там где, помните, это место, где написано, что вы письмо Христово, там есть такие слова. Апостол Павел говорит, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Братья и сестры, это всем или некоторым? Написано, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. К посланию к римлянам апостол Павел говорит об этом. В усердии не ослабевайте духом, пламенейте Господу, служите. Братья и сестры, это ко всем или только к некоторым служителям? Чтобы сомнения все развеять, апостол Петр тоже об этом говорит. Помните, в 1 Петра есть такие слова, апостол пишет, служите друг другу. Помните, какое слово дальше идет? Каждый. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил. Служение несет каждый, братья и сестры. Да, есть различные служения, есть служение служителей в церкви, рукоположных служителей. Есть священные действия, которые могут выполнять только служителя. Но есть без исключения служение для каждого из нас, друзья. Кто в хору здесь, кто там на балконе, кто занимается с детками внизу, кто дежурит на парковках, это служение. И не только в церкви, друзья. Мы об этом тоже говорили немножко в 1 главе. И в 1 главе, там, где мы вспоминали о том, что обращение произвело служение. Служение – это не только в церкви. В Евангелии, братья и сестры, вот этот есть принцип всеобщего священства, да? Вы помните этот принцип, который исповедуем мы, евангельские христиане-баптисты? Всеобщее священство. Это основано на тексте, где апостол Петр пишет, «Ибо вы, род избранный, царственное священство». Мы все священства. Есть другие деноминации, которые не разделяют людей. Они говорят, есть священники, а есть прихожане. И вот одни с другими никогда не пересекаются. Мы понимаем, друзья, что мы все священники Богу нашему. Об этом говорит Писание, об этом говорит Новый Завет. Так вот, послание Фессалоникийцам, оно говорит о принципе всеобщего служения. Мы все с вами, братья и сестры, служители. И я, и ты, дорогой друг, мы служители. Служители не только в церкви, как мы часто привыкаем говорить, когда служение – это в церкви, но и вне церкви, друзья. Вчера у нас была молодежная подростковая конференция, и там вот одна из тем была, как раз-то и говорили, что иногда, особенно у подростков у наших, такая привычка или образ мышления такой, что наше поклонение Богу, наше служение Богу, оно только в среду и в воскресенье. Действительно такое бывает. И у нас, у взрослых, иногда такое бывает. И на самом деле мы обращали внимание на то, что проповедь вчера была для наших подростков о том, о том, что нужно по-другому смотреть на жизнь свою. Наше служение Богу не только в среду, не только в воскресенье, но 24-7, американцы говорят, то есть 7 дней в неделю без остановок – это наше служение на любом месте, где бы ни находились – в семье, в школе, на работе, в церкви ли мы находим, или просто на улице мы гуляем. Мы везде служители Господни. Колоссянам, об этом же апостол Павел Колоссянам говорит, «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Все, всегда и везде, братья и сестры. Наша жизнь – это служение Господу, это учение Нового Завета для нас, братья и сестры, для каждого из нас мы – служители Нового Завета. Вот интересно, я как-то приводил этот пример библиейский, когда вот эту тему апостол Павел касается, и говорит, что мы все служители, и он говорит о рабах. Он говорит, что рабы, вы когда служите Господам, помните, и вы, говорит, делайте это охотно от сердца, чуть выше он говорит это в послании Колоссянам, апостол Петр об этом говорит. Вы служите, говорит, рабы, вы служите Господам доброходно, да, с усердием от сердца, помните о том, что вы служите Господу. И я думаю, что когда вот эти рабы читали это послание, они думали, ну если служение в церкви, то как мы можем служить Господу? На самом деле, если ты раб, ты как часто вообще в церкви мог быть? Если рабы, может быть, они раз приходили в год, может быть, раз в два года кого-то отпускали, о каком служении речь идет? Но апостол Павел говорит, вы, когда служите Господам, когда вы работаете лопатой своей, киркой своей, может быть, с утра до вечера, когда вы полы ложите, когда вы крышу кроете, когда вы работаете, вы этим служите Господу. Помните об этом Павел говорит? Все, что вы не делаете, вы служите Господу Христу. Братья и сестры, когда мы говорим о служении, о служителях, мы немножко вот открыли вот этот вопрос, чтобы нам понять, где служители, какое служение в нашей жизни. Там есть одно большое «но». Один важный вопрос, который нам нужно с вами ответить, когда мы говорим о служении нашим Господу. Оказывается, что одно и то же служение или похожее служение, оно может привести к совершенно разным результатам. Одно и то же человек, вот один служитель и второй служитель, они что-то делают, и, может быть, они каждый из них стараются Господу служить, но результат бывает совершенно разный. Помните, был такой человек Авель, он тоже служитель Божий был, он что-то сделал, он служил в своей жизни, что-то для Господа делал, и он принес результат своего служения пред Господом. Был другой человек, его звали Каин, он тоже принес какой-то результат своего труда, он тоже служителем был Господним, он принес дары свои, он тоже принес результат своего служения, но Господь принимает одно и отвергает второе. Одному человеку Господь скажет, хорошо, добрый и верный раб Помните эти слова? Войди в радость Господина своего А другому человеку, который тоже служил И эти люди говорили, Господи, мы делали, мы чудеса творили Мы Твоим именем бесов изгоняли То есть они тоже совершали служение Но этим людям Господь скажет когда-то, мы об этом читаем Отойдите от меня, я никогда не знал вас Братья и сестры, вот поэтому, когда мы Вот интересен, почему вот этот текст Писания Фессалоникийцам Он приводит, он в этом тексте Писания, послание Вторая глава первого послания Фессалоникийцам Здесь есть несколько принципов нашего служения Истинного служения, основываясь на которой Бог или принимает наше служение Наше служение является угодным Богу Или наше служение при всем нашем желании Может оказаться неугодным нашему Господу И Господь его не примет Первый принцип истинного служения, братья и сестры Или первый принцип истинного служителя Это стих 3, 3, мы с вами прочитали 2 глава Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства Братья и сестры, иногда нам кажется, что вот эти два понятия Служения, наше служение, да, которому мы все призваны, да, которое мы все совершаем Я думаю, что мы все с этим согласились Есть еще второй аспект, чистота служения Нам кажется иногда, что это разные вещи Служение, да, вот наша догматика, чистота нашего учения И наше служение, нам кажется, что это разные вещи На самом деле Писание говорит И вот в этом месте это ясно видно Что чистота нашего учения Вот как мы, насколько на самом деле мы вникаем в учение Христово Насколько правильно мы его принимаем И насколько мы его практически исполняем в своей жизни Вот от чистоты учения, которое мы принимаем Зависит напрямую результат нашего служения От этого зависит Очень часто Господь примет наше служение Или нет Какое бы оно ни было большим Какое бы жертвенного оно ни было Зависит от чистоты учения Мое служение, братья и сестры Не просто это служение, которому, может быть, меня родители научили Или это не только служение мое Зависит от того, если меня вот в церкви к чему-то побуждают Это не просто тогда, когда братья меня побуждают Иногда встречаются и говорят Давай служи, давай занимайся для Господа Служи, что-то делай Служение христианина, оно всегда основано, друзья На чистоте Писания На чистоте учения Библии Истинной библейского откровения Вот формируется наше желание И вообще наше служение Слово Божие, мы знаем об этом Что оно пробуждает не только вот веру в нашу Да, вот мы знаем, что от Слова Божия вера происходит Вера от слышания написана Слово Божие, оно не только в нашей жизни, друзья Освещает нас Ефесянам говорит, что мы через Слово освящены Но Слово Божие, оно также побуждает нас И делает нас способными к служению Слово Божие, вот чистота учения Действительно, вот доктрины Священного Писания Только это, может быть, даст нам право И способность служить нашему Господу Везде и на всяком месте Ефесянам 2 глава Конец 2 главы Там есть такие слова Между прочим, эта глава о том, как Бог Помните, 2 глава Ефесянам Это говорит о нашем искуплении Нашем избавлении О том, как Бог искупил нас Как Он воскресил нас из мертвых И дал нам новое звание во Христе Иисусе И написано, что Он создал нас на добрые дела Которые Бог предназначил нам исполнять То есть Бог определяет нас на служение На что-то, что мы должны делать для Господа И там в конце вот такие слова 20-21 стих, 23-22 Быв утверждены на основании апостолов и пророков Имея самого Иисуса Христа Краегольным камнем На котором все здание, слагаясь стройно Возрастает святой храм в Господе На котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом Вот апостол Павел говорит, что в нашей жизни происходит Вот это духовное строение Это духовное строительство происходит Это тогда, когда мы соединились с Господом И Господь из нас делает вот это вот Царство Небесное И написано, что вот это происходит Когда мы начинаем участвовать в этом строительстве Прилагая вот свои старания какие-то Участвуя в служении Написано вот это Быв утверждены на основании апостолов и пророков Вначале должно быть основание Перед тем, для того, чтобы наше служение было успешным Для того, чтобы Господь действительно принял Наше служение Как он обратил внимание на дары Авеля когда-то Нужно, чтобы наша жизнь была утверждена На основании апостолов и пророков И имея самого Иисуса Христа Кроеугольным камнем То есть вот это вот основание истины Истинного учения, друзья Истинности понимания Библии Оно влияет на то, насколько я правильно Буду служить Богу Насколько это будет истинное служение Если нет твердого основания в учении Не может быть истинного служения Вы помните вот пример тоже библейский Когда когда-то к Еве подошел сатана Помните, какой он вопрос первый создал Задал ей Он сказал, подлинно ли сказал Бог Я думаю, что у Евы тоже было служение Уже там в Эдемском саду у Адама У Евы у них было служение Им Бог сказал, что нужно делать У них было служение Но когда у сатаны появился план Чтобы вот нарушить волю Божию Чтобы внести грех в мир Смотрите, он не бьет по служению Сатана не забирает служение Если Ева там пела Ну пускай и по себе Ева Если Ева или Адам там учили стишки Или славили как-то Бога Учите стишки, прославляйте Бога Служите, делайте что-то в саду Пускай это остается вашим служением Но сатана подошел И он делает удар по истинности учения Он сказал, истинно ли сказал Бог То, что сказал Бог То, что говорит истинность Писания Вот сюда вот Очень часто приходит искушение Для того, чтобы сатана прекрасно знает Если он нарушает истинность понимания Писания То тогда наше служение становится бесполезным Чистота учения Вот на самом деле Оно немножко такое Наверное для нас в практической жизни Немножко неинтересно бывает Может быть иногда сложно Действительно говорят Ну какая разница Люди говорят Ну какая разница Немножко церковь отличается Но там люди хорошие Там внимания много мне указали Они тоже много доброго делают Братья и сестры Чистота учения Знание истины Знание доктрины Вот доктрины Писания Оно определяет Насколько потом Мое служение Будет праведным пред Господом Действительно, друзья В мире есть много добрых людей Вы согласитесь с этим Есть неверующие добрые люди Есть другие динаминации Которые не христианские Они Христа отвергают Но они добрые Они добру учат Они много полезного делают Они стараются людям помогать Но все вот эти добрые дела Вот это их служение Оно не угодно Господу Это служение Оно не приносит Никакой пользы Для Бога Когда-то Иисус сказал Самарянке Когда она спросила Вот как поклоняться правильно Господь сказал Поклоняющиеся Богу Должны поклоняться В духе И в истине Вот это вот Первый принцип Он тоже очень основной Друзья Для нашего служения Мы должны прекрасно знать Истину Священного Писания И практиковать ее в жизни Знать кто такой Господь Знать кто такой Христос Кто такой Дух Святой Как это работает в нашей жизни Принципы и правила освящения Вообще принципы моего спасения Это доктрины учения Которое Вот наше вероучение Которое помогает нам Твердо стоять в истине Писания И быть добрыми Истинными служителями На Ниве Господней Еще одно Еще один принцип О котором говорит апостол Павел Принцип служения Или служителя Это стих второй Но прежде пострадав И быв поруганы в Филиппах Как вы знаете Мы дерзнули в Боге нашем Проповедовать вам Благовестие Божие С великим подвигом Братья и сестры Вот наше служение Оно всегда будет Сопровождаться испытаниями Второе путешествие апостола Павла Мы немножко сказали Оно началось с гонения Апостол Павел Пришел в Филипп И там воздвиглось гонение на него И не просто так Там непростые гонения Мы знаем Что там написано Собрались люди И они избили их палками Написано Много ударов дали Друзья Я не знаю Вы когда-то вас били палкой или нет Мне палка падала просто Вот со стола на ногу падала И надолго помнишь это Но когда у иудеи били апостола Павла И вот его сподвижников Я думаю, что это было чувствительно Они не жалели апостола Павла Написано Много ударов дали им Они пришли в Фессалонику И там гонение Они приходят в Верию И там гонят Павла Только придя в Афин И там было какое-то вот такое Перемирие Такое спокойное время для Павла О своем служении вообще апостол Павел Мы читаем об этом во 2 Коринфянам Если мы смотрим на жизнь апостола Павла 11 глава, 23 стих Я гораздо более был в трудах Безмерно в ранах Более в темницах И многократно при смерти От иудеев пять раз Дано мне было по сорока ударов Без одного Три раза меня били палками Однажды камнями побивали Три раза я терпел кораблекрушение Ночи день пробыл во глубине морской Много раз был в путешествиях В опасностях на реках В опасностях от разбойников В опасностях В опасностях от единоплеменников В опасностях от язычников В опасностях в городе В опасностях в пустыне В опасностях на море В опасностях между лжебратьями В труде, в изнурении Часто в бдении В голоде и жажде Часто в посте на стуже и в ноготе. Когда мы читаем, друзья, вот это вот послание, вторая глава, я вот когда читал второй стих, как-то немножко нелогично. Написано, что «быв поруганы, пострадав и быв поруганы в Филиппах, мы пошли дальше страдать». Мне казалось, вот более логично было бы, если апостол Павел сказал, вот нас избили, быв пострадав и поруганы в Филиппах, мы бы пошли в тот город, где нас не будут гнать. Мы бы пошли куда-нибудь на море, чтобы побыть немножко какое-то время, просто чтобы раны залечить, да? Это было бы логично. Но здесь апостол Павел поступает и говорит совсем нелогично. «Пострадав и быв поруганы в Филиппах, мы дерзнули в Боге нашим проповедовать вам благовестие с великим подвигом». На самом деле для них нужно было совершать подвиг, идя сознательно туда, где они знали, что будут гонения. Снова, может быть, будет побои, может быть, и смерть. Апостол Павел говорил о своей жизни так, когда, помните, в Деянии, это 20 глава, он говорит, что «по всем местам есть свидетельство Духа Святого, что меня ждут гонень, узы и скорби». Но дальше он говорит, «я ни на что не взираю и не дорожу свою жизнью, только бы с радостью исполнить поприще мое и служение». Братья и сестры, вот когда мы смотрим на служителей, вообще на всю Библию, начиная вот от Авеля, да, доходя до Павла, и вот смотря до наших дней, мы можем делать заключение, что все служители, братья и сестры, кто служит Господу, их сопровождают испытания. Иногда гонения извне, иногда гонения изнутри. Но именно через испытания мы вот видим на страницах Писания, что Бог производит что-то нужное, друзья. Если мы действительно, вот это второй принцип служения истинного, если мы действительно служители Господни, если мы совершаем свое служение праведно, чисто, если мы действительно храним себя в истинности Писания, учения, нас зачастую будут постигать испытания и трудности. Апостол Петр тоже говорит об этом, «Ибо то угодно, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби». И дальше он говорит, «Страдая несправедливо». Да, иногда мы справедливо страдаем, друзья. Иногда страдания в нашей жизни постигают нас справедливо. Это из-за нас самих, из-за наших поступков. Но очень часто бывают страдания несправедливы, и в этом на это есть воля Божия. Апостол Петр говорит, «Ибо то угодно Богу». И если добро делаем, даже и делая добро, и страдая терпите, это угодно Богу. Друзья, вы знаете, вот мы сейчас служителями стараемся больше семей, семей, церквей, вас, членов церкви посещать. И я вот к своему даже удивлению как-то смотрю, еще ни одной семьи я не посетил, где не было испытаний и каких-то переживаний. В любой, почти, наверное, почти в каждой семье есть переживания, есть скорби, есть молитвы, есть нужды, о которых просят, чтобы братья молились. Друзья, это удивительно. Казалось бы, что такого? «Дети Божии, которые истинного учения держатся, которые стараются служить Богу». Но написано, «То угодно Богу». «Если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу». Невольно в таких случаях вспоминается место Писания, где апостол Павел говорит, «Терпение нужно вам». Действительно, вот через вот эти испытания, друзья, я не знаю, какие испытания в вашей жизни, это может быть материальное, может быть, какие-то духовные переживания. Очень много сейчас болеет, детки болеют, родители больные есть. Невзирая какие-то испытания и трудности, друзья, это угодно Богу для того, чтобы Бог хочет через это сделать наше служение истинным, друзья. О самом Христе написано, да, что сам Христос страданиями навык к послушанию. И написано, «Совершившись, Он стал нашим Спасителем». История говорит, когда Петра вот перед самой казнью привели на казнь, правитель решил усилить тяжесть его скорбей, и он сказал, что перед тем, как умрешь ты, умрет твоя жена. И историки говорят, что на глазах у Петра казнили сначала его жену. И вот когда воины проводили жену Петра, Петр сказал, «Помни Господа». Это были последние слова, которые сказал Петр своей жене, «Помни Господа». И вообще историки говорят, что вот эти слова «Помни Господа» и вот этот текст Писания, который говорит, что Христос оставил вам пример, да, и то угодно Господу, вот этими словами первая церковь, она ободряла друг друга. Когда приходилось идти на смерть, на страдания, они говорили, «Помни Господа», он оставил пример, он пострадал, и нам должно идти по следам его. Второй принцип служения – это твердость в испытаниях, братья и сестры. И третий принцип, еще один принцип истинного служения. Четвертый стих мы с вами прочитали. «Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши». Братья и сестры, вот еще один принцип служения. Если мы служители, да, если мы служители, если мы действительно хотим, чтобы наше служение приносило добрый плод, который бы принял Бог, который бы Бог одобрил, по результатам которого служение, Бог бы сказал, «Хорошо, добрый и верный раб, войди в радость Господина Своего». Еще один принцип есть, и вот такое требование, чтобы Писание, чтобы, когда мы служим Господу, когда мы участвуем в служении, мы угождали Богу. Мы угождали Богу. Апостол пишет, угождая не человеком, но Богу. Это немножко сложно, друзья. Нам кажется, что это да, так просто. На самом деле мы с вами служим перед людьми. Мы служим людям. Мы приходим в церковь, вокруг нас люди. Мы приходим домой, там люди. Мы приходим на работу, там люди. Везде, где мы соприкасаемся с нашим служением, вокруг нас люди, друзья. И в этом огромная опасность для всех служителей, для нас с вами, да? Я имею в виду служителей нас с вами всех. Когда мы начинаем что-то делать, когда мы хотим для Господа служить, когда наш фокус, может быть, изменяться, и мы невольно начинаем служить Богу, да? Мы говорим Богу, но невольно первый вопрос. Помните, знаете, да, какой в сердце первый вопрос? Когда мы что-то хотим сказать, сделать, рассказать, спеть, может быть. У нас первый вопрос, а что скажут люди, да? Или как это увидят люди? Как они отреагируют? Как они это услышат? Как они воспримут это служение? Когда мы вот вспоминали с вами место Писания, Колоссянам 3 глава, где написано «Все, что делаете, делайте от души, как для Господа». Чуть раньше там апостол Павел говорит всем, да? Помните это место? Он говорит мужьям, он говорит женам, там повинуйтесь. Мужья, любите свои жен, дети, будьте послушны, рабы, повинуйтесь своим, да? Повинуйтесь, хорошо относитесь к своим господам. И дальше вот это вот место говорит, что «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, ибо вы служите Господу Христу». Друзья, вот это вот важная мысль, когда мы стараемся служить Господу, да? Но, естественно, это служение, оно как бы реализуется в служении людям, потому что люди вокруг нас, наше служение – это служение людям. И апостол Павел говорит, «Когда вы служите друг другу, да, и этим самым вы хотите послушать Господу, смотрите, чтобы мотив ваш был правильный. Когда жена хочет угодить мужу, правильный будет вопрос не так, чтобы муж одобрил. Или когда дети, если вдруг захотят быть послушными родителям, правильный вопрос будет не так, я вот сделаю так, чтобы папа меня одобрил или мама. Хотя это хороший вопрос, но самый правильный вопрос, когда я повинуюсь, когда я покоряюсь, когда я стараюсь любить, когда я стараюсь повиноваться, я служу Богу, я служу Богу. Бог должен одобрить мое служение, Бог должен увидеть его, Бог должен сказать, хорошо, я служу или нет. Вы знаете, как часто, друзья, вот в нашей жизни, особенно что касается служения, наше служение страдает, когда вот мы начинаем видеть или стоять перед людьми, когда мы воспринимаем наше служение через призму того, как посмотрят на меня люди. Как часто у нас в нашей жизни, друзья, вот даже среди нас возникают обиды, огорчения. Почему? Потому что люди как-то нас не оценили. Нам важно, что люди скажут. Нам очень важно, и мы обижаемся очень часто, когда критика в наш адрес, когда нам кажется, мы что-то хотели сделать, а нас не только не заметили, нас не только мимо не прошли, а еще где-то сказали, что плохо сделали. Как часто люди вообще не берутся за служение, братья и сестры, в церкви. Почему так мало служителей в церкви? Почему не хватает везде во всех отделах служителей истинных, искренних? Мы боимся, друзья, мы боимся, как люди посмотрят. Мы боимся, что люди скажут. А может быть, кого-то уже поругали, кого-то покритиковали, про кого-то что-то рассказали. Мы, естественно, не хотим браться за это. Почему? Потому что мы невольно, очень часто служим перед людьми. Апостол Павел говорит, угождая не человеком, но Богу. Угождение людям делает невозможным служение Богу. Когда-то Саул, помните, согрешил, сделал неправильные поступки в своей жизни, потом как бы он и покаялся. Помните, потом он говорит пророку, ты, говорит, помолись за меня. Помолись, да? Я, говорит, я потом покаюсь, но сейчас почти меня перед народом, почти меня перед народом, угождая людям. Мы знаем, что Бог оставил Саула, его служение стало бесполезным. Это проблема фарисеев, друзья, да? Помните, их укорял Иисус о том, что вы, говорит, снаружи, кажете, для людей, для снаружи, вы стараетесь многого, вы достигли многого, вы много делаете, чтобы люди вас оценили. А, говорит, надо угождать, в первую очередь, Богу. Очень быстро, перед тем, как мы будем молиться, когда Павел, апостол Павел, говорит, что мы должны угождать не человеком, но Богу, он приводит здесь несколько таких проверок, таких проверочных тестов. Он говорит, что мы угождаем не человеком, но Богу, потому что в наших словах нет ласкательства. Друзья, вот когда в наших отношениях, об этом говорит апостол Павел, не должно быть ласкательства. Интересно, что это такое немножко, да, интересное слово, чуть дальше он пишет в этой же главе, вот будем мы читать дальше, во второй главе, он написано, говорит, что я с вами, говорит, мы с вами обращались с вами очень нежно. То есть вот нежность и ласкательство, это не одно и то же. Да, действительно, друзья, нам в наших отношениях друг с другом нужно проявлять доброту, нужно проявлять нежность, но апостол Павел говорит, когда мы с вами общались, вот нежно, добро, как написано, как мать с детьми общается, как кормилица к детям, он говорит, что мы, слов ласкательства у нас не было. Слова ласкательства, это, знаете, когда мы смягчаем ситуацию, когда мы, нам трудно сказать или призвать человека к ответственности, может быть, когда мы не хотим называть грех грехом. Это действительно трудно, если мы хотим показаться хорошими в глазах другого человека. Апостол Павел, он называл грех грехом в своих посланиях. Апостол Павел, он призывал, имена называл, да, конкретно имена называл. Апостол Павел призывал к наказанию. Он говорит, когда приду, не пощажу. У Христа Иисуса, нашего Господа, тоже не было слов ласкательства. Помните его слова, помните его поступки, когда он изгонял из храма. Еще один тест, друзья, вот для того, чтобы проверить себя угождаемым Богу или людям, написано у нас, апостол Павел говорит, что в наших словах не было, или в нашем служении не было корысти или корысти, не знаю, как правильно по-русски, корысти или корысти. То есть не было выгоды. Очень часто мы, мы действительно, мы что-то делаем, чтобы была какая-то выгода нам. И мы спрашиваем, а я это сделаю, а что мне за это будет, да? Помните, как ученики спрашивали, мы за тобой уходим, мы оставили все, что нам будет. Вот это желание, что мы что-то сделаем, когда если мы служим, а что нам будет, друзья? Это тоже очень такая нехорошая, да, христианская черта, если у нас есть какая-то корость. Бывает материальная, денежная корость. Есть такие печальные примеры. Помните, Анания Сапфира, да? Ахан, Иуда, это вот примеры плачевные, когда вот корость материальная, она не только разрушала их служение, она разрушала их самих, они к погибели, эти люди шли. Но может быть и другая корость, друзья, она может быть не такая страшная, когда мы беремся за служение, чтобы себя занять, допустим, да? Или чтобы в семье мир был, или чтобы вот с детьми все хорошо было. Это тоже такая, немножко она, конечно, лучше, такие мотивы, чем, допустим, денежная корысть какая-то. Но все-таки, друзья, наше служение Богу должно быть бескорыстным. Я служу Богу, потому что я люблю Его. Я служу Господу, потому что я желаю безвозмездно отдавать себя на служение. Служение Богу, братья и сестры, это всегда бескорыстное. Это всегда ущерб, это жертва, это потеря времени, сил, здоровья очень часто. Иногда верующие, когда, не верующие, когда встречаются, вот им слышат, они о Христе, они говорят, ну а что вам там? Что вы там нашли? Что вам от этого? В служении Господу, друзья, нужно сказать, у нас ничего для нас нету. Вот на этой земной жизни, да, вот что касается земной жизни, мы здесь не приобретаем многого. Наше сокровище на небесах, когда мы говорим о служении. И еще один очень тест, который апостол Павел говорит, мы, говорит, служили вам без славы, не ища славы. Не ищем славы человеческой, ни от вас, ни от других, не ищем славы человеческой. Друзья, это действительно наше человеческое такое желание, чтобы нас одобрили, чтобы нам как-то сказали, что я молодец, что я стараюсь, что у меня что-то получается, но верный служитель, он умеет оставаться в тени, друзья. Верный служитель Божий, он умеет оставаться без одобрения и без славы человеческой. Нам действительно хочется, чтобы нас заметили, чтобы похвалили, и мы действительно нам трудны, мы часто обижаемся, если этого не происходит, если нас не замечают, да, Но помните когда-то вот этот пример, когда в Деянии апостолов написано об одном человеке, который возгордился. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славу Богу, и он был изъеден червями, умер. Друзья, нам часто хочется, чтобы нам иногда вот рукоплескали, да, восклицал народ, чтобы нам хлопал народ, восклицал. Это наше человеческое, мы с этим рождаемся, но нужно помнить, друзья, мне и вам, что слава принадлежит только одному Богу. Действительно, в наше время, друзья, очень легко добиться славы, и очень многие хотят этого. С интернетом, вот с нашими соучал-медиа, это не так трудно сделать. Я помню как-то еще в молодости, знаете, такой немножко пример относительный, но он показывает вот тоже отношение к славе человеческой. Когда я был еще совсем молодым человеком, я помню в церкви, и вообще не только в одной нашей церкви, в церквах, был такой христианский спор. Вот когда кто-то напишет песню, вот мы песни поем, стихи рассказываем, как подписывать, вот кто автор, да? И вот в то время, я помню, был спор о том, или вообще не подписывать, или только инициалы. И вот часто, я помню, было стихи, пение, и было МВПА, то есть инициалы. И некоторым это не нравилось, говорили, это слава человеческая, давайте уберем. Друзья, вот сегодня прошло лет 20-30 с этого времени. Попробуйте у кого-то там зачеркнуть, да, имя, фамилия, отчество. Действительно, мы меняемся, друзья, и нам хочется, чтобы о нас знали, нам хочется, чтобы... Я не осуждаю в этом плане, особенно, что касается там стихов, пений, может быть, действительно, но сам вот этот внутренний процесс, он показывает, насколько нам это хорошо и нравится, чтобы о нас знали, чтобы не только ИО было, да, чтобы имя, фамилия, отчество, и все там мои достижения были перечислены. Это действительно наше человеческое, но написано так. «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». Псалом 113.9. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры, мы будем молиться. Хотелось бы такое пожелание, чтобы это было прозвучало сегодня для каждого из нас, чтобы мы увидели себя, каковы мы служители, каковы служители мы пред Господом, как Господь смотрит на наше служение, не только в церкви, да, в нашей жизни, в наших домах, когда мы работаем, когда мы готовим, когда мы за детками ухаживаем, когда мы все, что не делаем, написано, да, мы с вами читали, все, что не делаете, это служение Господу. И дай Господь, чтобы в нашем служении мы были тверды в истине, чтобы в нашем служении мы были твердыми в испытаниях и скорбях, чтобы в нашем служении мы угождали не людям, а Богу. Аминь.